Конечно, ПЭТ-КТ в диагностике НЕО – это довольно обширная тема, поэтому мы обязательно выбьемся тогда из регламента. И сегодня мы остановимся только лишь на тех препаратах, которые хорошо себя зарекомендовали не только в мире, но и в России. В частности, это галлий, дотепептиды и, конечно же, фторгизокси глюкоза. Не могу обойти стороной немного теории. 55% НЕО развиваются из органов ЖКТ. На втором месте – это бронхопульмональная система. Из желудочно-кишечного тракта в первую очередь идет поражение тонкой кишки, прямая кишка, аппендикс и толстая кишка от 11 до 20%. И желудок на одном из самых последних мест – это 7%. Данная классификация всем уже, конечно же, хорошо знакома, но нам она тоже понадобится для нашей клиникодиагностических нужд. Не следует забывать, что выбор того или иного РФП, то есть радиофарм препарата, будет зависеть от того, имеем ли мы в наличии G1, G2 или G3, а также нердокренные раки. По поводу именно ничего в литературе не сказано, поскольку это некая такая серая зона. Нас будет интересовать в выборе РФП также и индекс пролиферативной активности, поскольку мы знаем, что те нердокренные образования, которые обладают индексом пролиферативной активности и методической активностью более 20%, имеют высокую гликолитическую активность, и к ним мы будем уже применять, скорее всего, вторую дизоксиглюкозу. Все, что ниже, все, что меньше 20% относительно КИИ-67 и методической активности, те опухоли хорошо отвечают на диагностику с галией ДОТа. Но данную классификацию мы немножко адаптируем, модифицируем ее под наши нужды в самом конце. Не могу также обойти внимание на другие методы исследования. Это трансабдоминальный ОЗИ. Конечно же, в первичной диагностике с целью выявления первичной опухоли нам данный метод слабый помощник, но для визуализации и оценки состояния печени очень даже грамотно работает, особенно если это интероперационная система. Эндоскопические методы исследования – это золотой стандарт, ОГДС, колоноскопия и эндоузи, с помощью которых мы можем не только выявить первичную опухоль, но еще и взять оттуда биопсию, оценить состояние региональных лимфоузлов. Но, в частности, стандартные методы эндоскопии не визуализируют поражение тонкой кишки. Компьютерная томография, обязательно магнитно-розонансная томография с внутривенным контрастированием может дополнить информацию от эндоскопии, предоставив нам информацию о печени, о состоянии метастатическом поражении костей, легких региональных лимфоузлов, а также о состоянии тонкой кишки. Если же учреждение владеет такой специфической методикой контрастирования, как энтероклиз, то вероятность находки первичной опухоли в тонкой кишке значительно возрастает. И, конечно же, функциональная молекулярная диагностика, к которой относятся и сцентография, и ПЭТКТ занимают сегодня, в сегодняшнем докладе, конечно, основную позицию. О сцентографии мы говорить не будем, также очень обширная тема. А для того, чтобы понять, как работает ПЭТКТ с нужными нами РФП и почему она именно работает при НЕО, нужно немножко огрунуться в биохимии, немного ее вспомнить. Здесь схематично представлен процесс, который является общим для секретирующих НЕО. Сейчас проверим, как у нас указка работает. Нет? Ну ладно. Без указки. Без указки. Хорошо. Ядро и эндоплазматический ретикулум клетки НЕО запускают транскрипцию гормонов, которые затем в комплексе Гольджа формируются в незрелые визикулы или пузырьки. Затем под воздействием ионов кальция данные пузырьки формируются в зрелые секретарные гранулы. Весь этот процесс регулируется верхним рядом зеленых рецепторов. Это рецепторы G-белка, в частности, наиболее известный гормон. Из них наиболее изучены – это холецистокинин. Затем также под воздействием ионов кальция, под воздействием агентов окисления, специфических различных белков, таких как вамк-2, происходит деполяризация мембраны и, собственно, экзоцитоз, то есть выход гормонов в межклеточное пространство. Обратную регуляцию, то есть ингибирование, регулирует нижний ряд гормонов через, в данном случае, красные рецепторы. Это рецепторы-ингибиторы. Нас сегодня будет интересовать рецептор самцитатина, на котором будет основана, собственно, диагностика галей ДОТа. Но не только лишь на рецепторы строится диагностика с помощью позитронной миссионной томографии или сцинтеграфии. В частности, мы можем при сцинтеграфии опустить, грубо говоря, на данный рецептор бактериотит или галей ДОТа с различными пептидами и визуализировать опухолевую ткань. Но также есть возможность поиграть с помощью лад-транспорта. Это транспорт, отражающий аминокислоты. Наиболее известный здесь препарат это фтордопа, но он нас менее интересует, потому что обладает более низкой чувствительностью и специфичностью, чем галей ДОТа. Следующий большой пул экспериментальных веществ это антагонисты самцитатиновых рецепторов. В нашей стране они не применяются, они в целом в мире только исследуются. Некоторые из них вызывают уже некие положительные эмоции, некоторые пока что находятся на таком скептическом уровне доверия. И не можем обойти, конечно, вниманием в тордизоксиглюкозу, которая отображает уже никакой не рецептурный статус, а только лишь галиколитическую активность. Итак, как нам известно, у человека было выявлено и синтезировано пять типов рецепторов. У некоторых из них есть подтипы, как, например, у рецептора второго типа есть и А, и Б. Конечно, у животных, там, рыбы, птицы, были обнаружены гораздо большее количество рецепторов. Возможно, они будут в будущем обнаружены и у человека, но нам пока что хватает и этих пяти. Как я уже сказал, мы можем присоединить либо с амоцетатин к данным рецепторам, чтобы ингибировать жизнедеятельность клетки, либо в биотерапии это синтетические аналоги с амоцетатиновых, синтетические аналоги с амоцетатина, вследствие чего мы достигаем стимуляцию локального иммунного ответа по давлению ангиогенеза, индукцию эпоптозы, и все это приводит к противоопухолевому эффекту. Так вот, грубо я написал про терапию. Что касается диагностической молекулы, непосредственно мы переходим к пептидам, которые связываются с галлидотом, то они не участвуют в метаболизме опухолевых клеток вообще никак. Дело в том, что даже глюкоза участвует в метаболизме, да, она приходит в некие цепочки, я имею в виду вторгидезоксиглюкоза, которая поглощается клетками, но не доходит до своего конечного пути, не встраивается в митохондрии. Поэтому данные рецепторные вещества с галлидота только лишь оседают на рецепторах и показывают только лишь плотность рецепторов и ничего больше. Состоит данная диагностическая молекула из радионуклида, в частности, это галли-68 генераторного типа радионуклид. На него мы сажаем линкер, в данном случае это дота, и радионуклид и линкер это базис, который не меняется. Вот уже к этому базису мы можем в зависимости от наших потребностей, от информации, полученной от иммуногистохимии, посадить тот или иной или третий пептид, то есть либо тейт, либо ток, либо ног. И если мы правильно выбрали пептид относительно иммуногистохимии, то и наша молекула диагностическая с удовольствием будет иметь аффинитет к нужному рецептору. Дальше с ней, собственно, ничего не происходит, кроме того, что она через 68 минут будет распадаться. И, собственно, все. Поэтому не следует забывать о существующем аффинитете дота-коньюгатов к рецепторам. Имеется аффинитет к второму, третьему и пятому типам. Опять же, не следует забывать, что опухоль в этой клетке обладает рецепторной гетерогенностью, поэтому мы можем в каждой клетке увидеть все пять типов рецепторов, однако наиболее часто и в наибольшем объеме встречаются рецепторы второго и пятого типов. Поэтому нам галлия дота-тейт чаще всего абсолютно достаточно. Но это чаще всего, но не всегда. поэтому об этом немножко ниже. Также существуют и показания к применению ПЭТ-КТ, которые были утверждены и опубликованы Ассоциацией ядерной медицины Европы и Европейским обществом молекулярной визуализации, поэтому, перейдя по данным ссылкам, вы можете увидеть данные публикации, они находятся в свободном доступе. Итак, показания к применению. Это первоначальное стадирование после гистологического подтверждения, подозрение на НЕО при невозможности выполнения биопсии, поиск первичной опухоли при метастазах НЕО из НПО, стадирование перед хирургическим вмешательством, мониторинг в процессе биотерапии, подозрение на прогрессирование и отбор пациентов для таргетной радионуклидной терапии и, собственно, контроль эффективности этой таргетной радионуклидной терапии. Сроки проведения ПЭТ-КТ с ГАЛИ до ТТ также не сказать, что бы важны. Это аксиома. Особенно первые два пункта. При приеме аналогов самоцетин длительного действия ПЭТ-КТ выполняется за первые за несколько дней до следующего введения препарата и при приеме короткого действия аналогов самоцетатина за одни сутки до ПЭТ-КТ препарат этот отменяется. Следующие пункты имеют отношение к хирургическому лечению, к химиотерапии, поэтому они для нас не особо важны. На наш рецепторный статус нужный для диагностики с помощью ГАЛИ и ДОТа они не особо-то влияют. Но первые два пункта являются обязательными для нас, поскольку нужно освободить рецепторы для нашего диагностического вещества. Итак, несколько кейсов, как это выглядит в итоге. Метастазы в печени из МПО G2 по данным все кейсы представлены уже наше, это наш опыт. Множественные метастазы в печени гиперваскулярные с активным накоплением ГАЛИ и ДОТа ТЭЙТ и также опухолевое образование выявлено в терминальных отделах подвздошной кишки с поражением региональных лимфоузлов. К слову, сказать, что вряд ли бы эндоскопические методы стандартные нам бы здесь сыграли бы хорошую и важную такую роль. Далее выявлены и доказаны на желудке G1 с помощью эндоскопического метода исследования. К нам такие пациенты поступают не для того, чтобы мы увидели первичную опухоль, поскольку она уже найдена, верифицирована, а для того, чтобы мы оценили распространенность процесса экстраорганная. Кейс данный хорош тем, что опухоли желудка NEO как правило мелкие, их много и PET-KT их не видит. Очаги менее 6 миллиметров мы просто пропускаем из-за порога визуализации метода. но в данном случае узлы гипервускулярные 8 миллиметров мы их отлично видим не только на КТ с контрастированием, но еще и на PET-KT данные очаги хорошо у нас подсвечиваются. Поэтому таким пациентам мы всегда выполняем КТ с внутривенным контрастированием, это обязательно. К сожалению, региональные PET-ы делают без контрастирования данные исследования, и как вы видите, визуализация здесь очагов затруднена. Далее стадирование, как мы с вами знаем, при G3 и при нейронатеринных раках следует выполнять в первую очередь исследование с вторгезоксиглюкозой, а не с ДОТой, с галием ДОТа. И в данном случае метастазы в печени из МПО, по данным PET-КТ с ФДГ множественное поражение печени, множественные очаги и в области тонкой кишки узловое образование без такого яркого накопления глюкозы, и также по брюшине малого таза множественные узлы без гиперфиксации глюкозы. Поэтому мы, видя, что имеем дело с глюкозой негативными очагами, дополняем исследование вторым этапом галии ДОТа-Тейт. И у нас не только печень вся усыпана метастазами, но еще и хорошо видно первичную опухоль, исходящую из стенки тонкой кишки и узловое образование по брюшине. К слову, о том, что нужно помнить о гетерогенности опухоли, она может содержать в себе и G3, и G2, и G1, в зависимости от откуда взять биопсию. Конечно же, контроль эффективности лечения. У данного пациента была резекция тонкой кишки, множественные метастазы в печени. Спустя несколько месяцев биотерапии эти очаги уменьшились и в размерах, и в количестве. Это, конечно же, яркая положительная динамика. Однако, не всегда нам такие кейсы попадаются, бывают и следующие. Также здесь множественное поражение печени, метастазы, опять же, из нео-тонкой кишки, которые интенсивно накапливают галии дота тейт, и в динамике после полугода четырех курсов химиотерапии и биотерапии отмечается вроде бы снижение уровня накопления галии дота, что если бы мы не знали о биохимических особенностях нашего препарата и самих нео, могло бы нас вести в ступрь, мы подумали, что это положительная динамика, но нет. Более того, если вы заметите, здесь очаги увеличились в размерах. Поэтому, чтобы оценить очаги в печени, мы всегда дополняем исследования, делаем МРТ либо КТ с трехфазным контрастированием, и действительно здесь очаги все увеличиваются в размерах, несмотря на то, что вроде бы уровень накопления РФП падает, это отрицательная динамика. Бывают и иные случаи, таких, наверное, больше всего, когда идет стагнация по очагам, по их размерам, по их количеству, но уровень накопления в течение, когда мы смотрим эффективность биотерапии, растет. Уровень накопления, я имею в виду, конечно, галлий ДОТ и тогда, конечно, нам не следует бить в колокола и думать, что это отрицательная динамика, поскольку галлий ДОТ отображает лишь плотность рецепторов и все. Поэтому мы можем в таких случаях играть с дозами биотерапии, допустим, в пользу эскалации и наблюдать пациента дальше. Итак, модифицированная наша таблица относительно наших потребностей. При G1, G2 на верно-киренных образованиях мы выполняем галлий ДОТ от Эйт, при НЕО-G3 и раках мы выполняем фторгидезоксиглюкозу. Конечно, мы не забываем об аффинитете. Это касается пептидов галлий ДОТа. Но, помятуя о том, что существует гетерогенность опухоли и мы можем столкнуться с ФДГ негативными очагами и с ДОТ негативными очагами, на втором этапе, если вам это нужно, как клиницистам, вы всегда можете потребовать сделать дополнительное исследование с другим РФП, либо с глюкозой, либо с ДОТа. Спасибо за внимание.